Саратовские врачи и медсестры награждены медалью за самоотверженность и профессионализм. Памятную награду за оказание медицинской помощи в зоне специальной военной операции учредил Российский профсоюз работников здравоохранения. Имена первых обладателей вчера назвали в филармонии. Давайте вспомним ковидные времена, особенно начало ковида. Тогда, когда люди шли лечить пациентов и шли как в бой, потому что не знали, чем это закончится. И вы помните агрессивность, заболевание, сколько было смертей, сколько было ошибок, пока не научились лечить. А ведь никто же не отказывался. Все выполняли свой долг и шли, и делали свое дело. И совершенно конкретно, совершенно четко общество ответило докторам за их самоотверженность. Вы посмотрите, какой отклик тогда был. Ведь никогда раньше не было специально для медицинских работников, создали медаль Луки Крымского для среднего медицинского персонала. Орден Николая Ивановича Пирогова для врачей, выполнявших свой долг. Тогда у нас появилось пять героев труда. Это дорогого стоит, это очень здорово. И вот еще не прошел окончательный ковид, у нас появилась специальная операция. И точно так же наши коллеги, невзирая ни на что, пошли добровольцами, пошли помогать, пошли лечить людей в зоне специальной операции. Коллектив медиков Донбасса врачу мне сказать слово. Какое слово можно сказать, кроме благодарности? Благодарность за то, что вы есть, за то, что вы слышите, за то, что помогаете. За то, что вот так сложилось, в трудную минуту не бросили и продолжайте помогать и сейчас. В преддверии нашего праздника хочу пожелать вам первую честь здоровья, счастья, плодотворного и длительного социального партнерства и, самое главное, низкий вам охотник. Вечер «Люди в белых халатах» был приурочен ко дню работников здравоохранения. В этом году его отметят 18 июня. Поздравить врачей пришли представители общественности, депутатского корпуса и регионального правительства. Вообще сегодня проект Саратовской области очень большое уделяет внимание здравоохранению. Вы знаете о том, что на территории области реализуются проекты, национальные проекты, здравоохранение государственной программы, государственные программы Саратовской области. И Саратовская область, независимо от тех проектов, которые есть на территории Российской и России, вносит свою лепутую. Мы с вами строим жилье, мы понимаем, что нам сегодня нужно привлекать молодые кадры, в том числе и на село. И вот, наверное, впервые в ближайшее время станкует еще одна региональная мера поддержки, которая включает в себя шесть удаленных территорий. Мы будем платить еще дополнительно программе «Генеральный земский доктор, земский фельдшер» еще один миллион. И врачам, и врачам, и врачам. И врачам, и врачам. Дополнительно, по тем, как и на правильном, я буду сегодня, я буду скажем, нуждается в целых дарах. Торжественное мероприятие состоялось в рамках крупного профсоюзного форума, который в эти дни проходит в Саратове. По признанию председателя профсоюза работников здравоохранения страны Анатолия Домникова, наш город для его проведения выбрали не случайно. Здесь, в Саратове, в Саратовской области, очень много способов и механизмов защиты медицинских работников. Я приезжал сюда раньше, ознакомился, посмотрел то, какое количество здесь есть различных программ. И не только губернаторских, не только правительских, о которых я уверен, что сегодня скажут коллеги, которые выступают больше. Но и чисто профсоюзных. То есть мы собственные профсоюзные деньги направляем на поддержку медицинских работников. Мы сюда приехали для того, чтобы поучиться этому опыту. Анатолий Домников отметил, что опыт, накопленный в Саратове, должен распространиться и на другие российские регионы. И мы увидимся в следующем видео.